Револьвер был, все же на передовине всем офицерам давали и мне дали. Ну да, револьвер. Значит, нажимаю на кровь, думаю, нажму сейчас. Пальцы совершенно не имеют, нету сил. Никакой силы нету, чтобы нажать на кровь. Лежа вот так, опускаю, трясу, трясу, трясу. Вроде кровь туда изгоняю немножко, чтобы сила была. Потом снова. Никак не могу. Третий раз двумя руками нажала на кровь, ну это на курок. Потому что тихо-тихо-тихо, потому что силы нету, это пальцы уже вообще не работают правой. А я левой рукой нажимаю на курок, тихо-тихо-тихо, и осечка. Вот здесь хотел сказать. В общем, Вера Пана приезжает в совхоз. Ну, я, например, хотел бы, чтобы этот совхоз был именем Чернышевского. Хотя таких совхозов, кажется, нету в России, аж это не назвались. Ну, пускай не Чернышевский, а этот Орлинский наш. Вот приезжает она здесь, знакомится с людьми, и когда она обошла, познакомилась, но у нее же уже есть, зачем она приехала. И тогда созывается правление совхоза и просит ей свои печатения рассказать. Ну, директор, конечно, еще ничего не знал, а Чернышевский, как все, изучал его только в школе, когда она спрашивает, что, ну, вы знаете Чернышевского? Она говорит, как? Мы читали в школе. А что, знаете о нем? Ну, что, Вера Пана вышла из подвала, выгодно вышла замуж, потом полюбила, еще раз вышла замуж, построила мастерские. А еще что? Ну, в основном, мало ли, 40 метров, что он на гвоздях лежал. А зачем он лежал? Ну, лежал, чтобы укрепить свою, это самое, физическую силу. Ну, она спрашивает, все? Ну, а что еще? Он хотел сказать, что нет выше человека, и выше женщины никого на свете нету. Значит, все в человеке, все от человека. Значит, человек, царь природы. Для него должно быть создано все так, чтобы было всем хорошо жить. Особенно, как Японию воспитывает же, они, наверное, в Чернышевске все же поняли. Все лучше детям, все самое главное, что есть, воспитать настоящего человека, коммуниста. Чернышевский о машине знал, а он говорил, что... Ой, у него же огромные здания, у него же столовые какие были. Он, конечно, уже что-то соображал, что у него столы имеют выемки, и теплая вода там внизу курсирует, и тарелки уже гретые. Люди, что, если даже тарелки уже расставлены заранее, что рабочие пришли покушать. Они еще теплые. Человек приходит, заходит, кушает и уходит. Вот приехали рабочие, едут. Едут со всех концов. Здесь бы взять рабочим, сказать, что давайте, ребята, в первую очередь поставим вас здесь дворец для наших детей, которые приедут. Ну, люди едут, мужчины в первую очередь, чтобы женщины еще дома где-то остались. Приехали мужчины. Вот, дорогие товарищи, вы можете еще жить где? Вот в палатках. Сейчас будем строить дворец быта, чтобы приезжие наши матери и дети было где им жить, где учиться, где работать. Не этого же начинают. Вот здесь Заверопарно будет защищать биссертацию. Там как раз и описывается, как это мы пали. И как пошли на пьянку, на курево и наркома. А? Раньше было то же самое. А раньше что, хорошая жизнь, что ли, была? Раньше же буржуазный строй был. Кто жил, а кто и не жил. В то подвале. Когда вышли люди из подвала? Ну, а вы в Браске тоже ведь землянки жили? Ну, что землянки? Мы строили коммунизм. Вот я там и дошла до коммунизма. Потому что мы жили, мы не чувствовали, что живем в землянке. Мы строили коммунизм. Это стройка коммунизма была плотина Браске. Вот я тогда и дошла. Думаю, что такое? Мы строим коммунизм, а нам так тяжело воспитывать детей. Ну, вот. Эта великая стройка Браске, конечно, наводила на такие мысли, что хотел что-то создать такое великое, необыкновенное. Действенная тайга, ангара, великая река. Быстротечная, холодная, гордая. Ну, думаю, напишу я картину. Тайга вступает, коммунные дома прорастают. Ну, натянула полотно, нарисовала сосну, которая там стоит. Вообще-то сосновые леса там в тайге. И задумалась, какие дома должны быть при коммунистике. Я гляжу. Ну, что у нас? Времянки, да и землянки, и двухэтажные деревянные дома первые строили. Нету нигде. Да и вообще я нигде еще не видела таких домов, чтобы там по коммунистически могли жить. Ну, вот. Написала записку, в карман положила, что протест, значит, такой приказ. Ставим, что это несправедливо, за что девушкам такое запрещение. И, значит, стреляю. И осечка. Я тогда, значит, перезаражаю и в потолок. И выстроила. Я тогда думаю, все, стреляться не буду. Записку рву. А такой июньский красивый день был. Цветы кругом. Река. А как росла, ягоды цвели. Столько земляник, думаю, стреляться задумал. Скупала, значит, мне так все хорошо стало, значит, и пошла оформляться в следующий день. Утром пошла оформляться. Думаю, уеду. Иду, как раз в кустах уже штаб полка встречаются комиссары и командир полка. О, они меня миной называли. Мина, вот такой приказ, и нам по выговору за то, что мы тебя скрывали. Ваш Сухов врач, значит, написал на вас донос, что мы вас скрываем. Потому что мы с этим младшим врачом были как кошки-собаки. Он меня угрожал. Я тебя отправлю в тыл. Это было достаточно. Я бегом домой. Он сидел как раз за столом и говорит, давай его стрелять. Я говорю, значит, ты меня послал, а он бежать. А вы с пистолетом? Ну, с револьвером, конечно. Он бежать, а я за ним, значит. Стреляю, стреляю, а он убежал. Вот, преступление совершило. А в партии выступили там, на войне? Угу, на передовой войне. Вот таким образом, наверное, Сталину доложили. А потом Сталин долго мне снился, он все попросил. Мы вроде в коридоре каком-то таком казенном, как говорится, в большом доме. Открывается дверь, выходит Сталин. Я, говорит, с вами буду. Тогда его из Крыма, это, из Мавзолея вынесли. В конце концов, я ему простила уже, потому что мне здесь тяжело было очень. Вы понимаете, здесь я могла бы касаться таких больших вопросов уже времени. А то, вообще-то, коты старые не ловят. Мы их держим, потому что они уже почти очеловечились. Как член семьи. Жалких уничтожать. А вообще-то надо было. Вообще все молодых надо котов и кошек заводить. Старые уже они не ловят. Поэтому у нас мыши бегают по крышам и пополам, по всем местам. А это уже для удовольствия. Его удовольствие, не для нас. Это и живет. Член семьи. Так. Ну, сядьте. Так. Наша коммунистическая партия Проняла решение, Что самые лучшие дети. Вы уже поняли, да? Здесь питаться готовится для детей. Для малышей, начиная от рождения, кончая школьниками. И для взрослых, если они внесли свои деньги сюда. Потому что государство не кормит. Это в коммунизме деньги? Ну, это первое время я говорю. А потом уже питание людей совершенно копееч не будут. Совершенно ничего они стоить не будут. Постепенно отпадет денег. Об этом у меня тоже есть. Отпадет денег. Потому что и на заводах будут работать только товарообмен. Ну, на свои средства жить. Это уже почти коммунистическая коллектива. Возрасчет? Возрасчет. Да. Если мы себе построим такой дворец, кто нам может указать? Действительно никто же. Мы сами себя хозяева будем. Ну, ведь раньше что было? Что сверху скажут, то и делали. Самодействия не было. Сейчас вот у нас свобода слова. А тогда уже что сверху и ждали, что скажут, то и делали. Так и получилось. Лично Брежнева писала. Потому что там все же был коммунист. Велели позвать меня и объявить такое дело, что Крым не принимает. Но я все равно коммунистам не теряю веру. Перестройка сейчас очень правильная. Только, конечно, я не совсем понимаю еще Михаила Сергеевича, но он говорит так. Эта перестройка почти революция. Он боится, по-моему, сказать, что это коммунистическая революция, лишь потому что очень много вредителей еще у нас. Так что за два счета за шкирку и мешок. Так что он ей говорит, что это перестройка почти революции. Со временем будет революция. Ну, мне хочется доказать ему, вот непосредственно с ним говорит, поставить бы такой постановку, чтобы он понял, как это просто, как правда, это коммунистический строй. Это совершенно другой строй. Упрощенный. Доступный для каждого. Ну, коммунизм еще далеко. А здесь до коммунизма еще не было никакой мысли. Самое главное, надо было поставить медпункт. Потому что я приехала, я оторвалась от любимого своего города, Братска, потеряв своих северных 50%, которые шли мне. Я бы 300 рублей получала каждый месяц. И я бросила это 300 рублей. Приехала здесь жить в деревню, где ни кола, ни двора. Я не должна была остановиться. Я должна была уже исполнить свой долг. Значит, я решила построить медпункт. Любимый средством. Я все же добилась. Уже когда совершенно отказывали, когда уже все было провало. Я пошла к председателю горосполкома, райисполкома, тогда был Петров. Я захожу к нему, а Спиридонь, святитель, который меня поддерживали, и Николай, и Судотворец, и он стоит напротив другого дома. Я говорю, добивайся. Я захожу к нему, у меня слезы градом. Я говорю, вот медпункт, надо обостровы построить. Я говорю, у меня смета составлена, а РСУ не берется. Много больных приходит? Много, немного, а каждый день кто-то есть. Кто-то заболел, кому-то надо оказать помощь. У нас большинство ветераны колхозного труда. Это у нас самые уважаемые люди, за которыми надо уже не сюда их ждать, а ходить к ним надо по домам. В образы Данко, Владимирович Ленин. Нигде еще тогда не было об этом. А я взяла, написала. За это меня поставили ньют. А второй раз поступала. Написала. Уж я не помню, что я писала. Я писала сочинение «Понятые целинар». Хорошо написала. Я вообще сочинение хорошо писала. А здесь я Хрущева как-то прищепила. И что? Тоже сказали нельзя. Ну вот, поднятые целинар как-то поднимается. А Хрущев что-то такое делал, я уже не помню сейчас. Что-то там с кукурузами здесь кругом рассеял. А мне надо было это наступить в экзамен и писать. Не суждено было мне поступить в институт. Да, Готе вот так вот, всю жизнь он писал. Это, думаю, Готе. Не есть Готе. Так что он всю жизнь писал эту свою книгу «Фауст». И все истинно, до истины дошел. Истина и есть. Так же и Фауст перед смертью. Он тоже видит, что коллективны кафают уже в огороде. Я поэтому по его следам пошла читать это самое из Данца. Его божественную комедию Вомера брала. Мне открывал все тайны, которых я никогда не знала. Например, он вызывал духов. Они к нему являлись. Что такое дух? Если дух есть, если они могут являться, это же значит, что-то такое есть, кроме нас. Ну вот, меня особенно поразило тоже, как и его поразило первый раз. Когда дух явился и сказал, что мол... Он говорит, здравствуй, дух, про образ мой. Он говорит, нет, я не твой образ. Ты тот, ты сам, сам кого познаешь. Я тогда с ужасом. Сам познаешь. Оказывается, духи они... Каждый сам себя должен воспитывать до такого величия, чтобы он стал сам настоящим. Каждый человек должен, действительно, сам себя воспитывать. Вот это меня сильно поразило. В 22-м году. 22-й год, это как раз, когда организовались Союз Советских Социалистических Республик. Владимир Ильичу осталось два года еще жизненным. Он еще выступал, работал, болел. А я родилась. Как раз был голодный у нас на Поволжье, уже сильный голод был. Ну, в общем-то, по тому, что как мои родные сестра и брат говорили, что это было в августе. Когда уже рожь, рожь колосился, уже можно было зеленый рожь собрать, сушить и кушать. Что уже голодные матери могли пытаться. А сейчас у меня в паспорте написано 30 декабря. Я это от себя записала, что это создание Союз Советских Социалистических Республик. Союз Советских Социалистических Республик Ну, черная борода за мной всегда. Ну, вот приходит, значит, приказ на самые передовые линии. Мы как раз уже должны были уже наступление начать. Это фронт тот же. Окружение мы были в Куржской дуге. Что должно было большое наступление наступать. Значит, здесь, наверное, уже проверяли людей, кто как. И, значит, приказ Сталина, что девушек на передовых линиях не оставлять. Значит, приходит приказ мне отправить тыл в распоряжение штаб батальона штрафного. Я прошу командира батальона, я на коленях просила, ну оставьте, вот на наступление пойдем, может меня убьют, может ранят, не надо мне отправлять. Он говорит, не могу, не могу. Какой-то строжащий приказ, только отправить надо. Они со мной и разговаривать-то не умели. Зачем стрелял? Ну зачем стрелял? Попробуй им докажи. Таких людей не бывает, говорят. Вот как я есть. Не может быть, чтобы человек просился на фронт. Не может быть, чтобы человек хотел на передовой линии быть. У них уже готовый был приговор, конечно. Тогда было положение за каждое осужденного политического преступника, 10 человек преступника раскрытого, Орден Красной Знамени. Я, наверное, какое-то число обходила. Ну вот. Ох, как я пожалел, что мне с собой этой лимонки не было. Думаю, сейчас бы поставила, я разорвалась бы вместе с ними. 10 лет. А сон, как мне все это сбылось? Вот, когда я еще сидела в КПЗ, значит, снится сон. Я хожу, значит, баня топится, горячая, воды нет, я не мыться не могу. Я жду, как будто что-то жду. Вот, вот, должно что-то прийти. Я выхожу с забора и летят самолеты. Наши самолеты, значит, летят и сравнились со мной. И спустили плакаты. Плакат красноармейца прикрепился мне прямо на лбу и букет цветов мне на руках. Много цветов. Я испугалась. По дороге лежал черный человек. Он меня только тронул. И мне красноармейец полетел, прикрепленный, и цветы все упали. Осталось на руках у меня два цветка белого. Смотрю, я в лесочке, здесь такие рабочие одежды люди сидят. И я говорю, я с вами буду работать. Вот так. Значит, повезли зимою, приехали в Горковскую область, в лагеря. Это же в 43-м году уже в конце. Что делать? Жили. Были хорошие люди очень. Я там увидела свет людей. Там первый раз мне вот эта муза явилась, любовь. Искусство, по-настоящему художественное, это самое, художника видела, полюбила. Ну, это, конечно, они освободились, ушли. Десять лет ровно отсидел. Вот таким образом все равно не исправилась. А какое там исправление? Там никак исправления нету. Там только принудительная работа. Только портит человека. Человек из-под палки работает, раз и хорошо. Ну, я, конечно, большинство по медицине была, я в больнице работала. А люди там... Весопова? Конечно, никакой духовной... Если бы не эти люди, которые вот тогда сели в 37-м году, журналисты, художники, композиторы, поэты были. Они на День Победы, знаете, какие песни написали? Гоберт был, он умер от туберкулеза. И поэт тоже умер там. Песни такой написали. На какой? Это мне долго, я думала даже послать. Ну, это, конечно, песню о победе. Вот сейчас лучше написали, сильней. Вы знаете, если бы была свобода, это настоящий коммунизм. Потому что там все компактно. Коллектив большой. У нас такие концерты были, у нас такие постановки. Здесь был цвет общества. Это политические заключенные. Я же попала как террористка, контрреволюционерка. Так что они смеялись, уже смеялись надо мной. Я только там познала любовь, величие любви. Там только не было свободы. В лагере. Вот. А потом снился, между прочим, земной шар. И все это, красный флаг. Самый торжествовал на земле, я так говорю. Все же будет коммунизм на всей земле. Ну, тогда художник сказал, конечно, никто не сомневается. Так что, будет Россия все же передовой по коммунизму. Все же мы не отстанем от коммунизма. Коммунистическая. Единственная партия на земле, и больше другой партии не будет. Было когда-то вопрос задали, а что после коммунизма? Коммунизм это вечная молодость мира. Вечная молодость мира. Как это, вот Матвей же написан, что Свяжешь на земле, то будет связан на небесах. Вот это мы, конечно. Будет когда-то коммунизм, тогда и на том свете поймут. Сейчас на том свете не знают. Говорят, что не будет коммунизма, нету коммунизма. Потому что они не видели его. Вот мы на земле живущие, духи имеющие еще плоть. Только мы, живые люди, можем это совершить, чтобы совершилось это на небесах. Вот как важен человек. На нас смотрят, сколько души погибшие раньше времени, которые не сумели бытности на земле совершить свои подвиги, свои мечты. Вот они на нас смотрят. Думаете, Владимир Юрьевич так просто является сюда? Он хочет, ждет от нас дела. Несовершенные еще его. А он являлся на небесах? Сколько раз. Он же мной руководит. Думаете, я от себя? Как люди верующие говорят, нами руководит Иисус Христос, а мной руководит Владимир Юрьевич. Ты прямо являлся? Да. Сюда приходил. А во сне так все время, когда вот я стала изучать, что такое коммунизм, почему нам тяжело, я же в первую очередь обвинила Владимира Ильича. Как это так? Вот такой он обиженный стал являться ко мне. У меня с ним все написаны. А потом мы с ним уже стали мириться. Потом он мне стал помогать уже. А когда здесь на меня было нападение, плохо стало мне сердцем. Я сижу, телевизор отключил, свет отключил, мне захотелось. Смотрю в окно, а там Владимир Юрьевич стоит. У меня отлегло от сердца. И легла, и в окно он смотрит где-то, и под его взглядом уснула. Вот веруете, вот до какой степени он мне помог. Помогает? Как не верится. Например, вот недавно итальянский коммунист выступал. Он сколько, 20 лет отсидел в тюрьме, за коммунистической идеей его посадили. И он говорит, что когда уже мне было последней силой, что вот-вот-вот я сдамся, кто-то бросил в окно портрет Ленина. Я, говорит, увидел, он как будто засветился, как живой. Я, говорит, туда тоже воспрянул духом. И, говорит, когда я пришел в следующий раз на следствие, говорит, меня не узнали, они ждали, что я уже сдаюсь. Они видели, что со мной случилось. Я, говорит, видел Ленина. Вот что такое Ленин. Начать? Ну, зачем вам дворец? Мне же надо вступление делать. Потом я перейду на дворец. Как он будет? Ну, а пока еще не записывают? Этот дворец построен посреди жилых корпусов микрорайона на базе производства совхоза или колхоза из монолита, бетона, стекла и алюминия с нагревающимися от солнца стенами. У нас здесь и клуб свой. Мы собрались, пожалуйста, здесь и покушали. У нас все тут, все общество. Чего тут говорить? Мы же живем в страшной одиночестве. Ну, с кем я могу видеться? Вот бабки. Выходят на улицу, я иду их встречаю, узнаю, что она одинокая. Она лежала целый день дома. Как с ней заговоришь, говорит, спасибо, что со мной поговорила. Я просто с ума схожу. Как только я войду в этот коммунизм, я вообще... Как мне тяжело потом отключаться снова в эту жизнь. Вот я поэтому же сумасшедшая. Остался дом за дымкою степною. Нескоро я к тебе вернусь обратно. Ты только будь, пожалуйста, со мною, товарищ правда, товарищ правда. Ты только будь, пожалуйста, со мною, товарищ правда. Вот это самая песня, которая действительно хорошая. tambiénñаводальец. rang. Сétaем. Съезда. Остальный день.